Каждый год в преддверии Дня Победы актив общественной организации Дети войны проводит праздничные встречи. В этот раз желание поддержать пожилых жителей Одинцова, чье детство пришлось на военные годы, решили общественники, члены комиссии по здравоохранению, социальной политике и качеству жизни Общественной палаты Одинцовского района. Открывая встречу, мэр города Одинцова Александр Гусев был крайне лиричен, напомнив, что 70 лет без войны – это и радость, и боль утраты. В преддверии 70-летия желаю, прежде всего, чтобы не было войны, чтобы у вас было здоровье, чтобы родные и близкие, кто рядышком с вами, уважали вас, чтобы у вас хватило терпения жить в любви и согласии с внуками. Общественная организация Дети войны была создана в 2013 году. Сегодня в ее рядах более 800 человек. Заботы одни на всех, улучшение качества жизни, социальная поддержка, культурный досуг пожилых людей, большинство из которых занимают активную гражданскую позицию. Дети войны – это целое поколение, которое в послевоенные годы поднимало страну. На их плечи легли заботы и хлопоты об отцах и дедах, которые воевали, их силами и усердием Советский Союз возвращался к мирной жизни. Мой папа, который родился в 43-м году, прямо на войне, два года воевал с моей бабушкой вместе, прямо на войне, в землянках, везде пережил и качала его даже собака в люльку. Поэтому мне бы хотелось искренне вас поздравить. Спасибо вам за то, что вы прошли те тяжелые годы. Спасибо за то, что вы выжили. Спасибо за то, что вы сегодня с нами. Спасибо за то, что вы являетесь примером для нас и нашей молодежи. Спасибо вам огромное, счастья вам огромное, огромное и низкий вам поклон. Слова благодарности и признательности, стихи, поздравления, песни, праздник для детей войны – это почти домашняя встреча, где есть место воспоминаниям и даже слезам. Среди волонтеров – девушка Оля, прибывшая в Одинцово из Луганска. Более ужас войны объединяет разные поколения. Дети войны сегодня – это пенсионеры, заслуженные работники, передовики, которые не теряют надежды быть услышанными на федеральном уровне. Законодательно они не ветераны и не труженики Тула, просто свидетели военных событий, которые два года назад заявили о своих правах. Нужно объединить организацию и сделать объединенную организацию города Одинцово и Одинцовского района. Таким путем, наверное, количество вот этих называемых детей войны, оно, наверное, увеличится до двух с половиной тысяч. На сегодняшний день передо мной администрация города Одинцово и Одинцовского района, Андрей Робеевич, ставит вопрос о том, что это должна быть единая организация. К юбилею Победы членам организации подготовлены памятные медали. Участникам встречи – подарки от городской администрации и комиссии по здравоохранению общественной палаты. На подхвате волонтеры благотворительного фонда «Лизонька». Торжество ко Дню Победы – еще одна возможность встретиться, поговорить и закружиться в вальсе, как 70 лет назад танцевали деды и прадеды. Первый день без войны. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.